Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты. Я Максим Кембель. Смотрите сейчас. От новых разработок до рынков сбыта. Бобрусь-Агромаш посетили сотрудники Белорусского института стратегических исследований. Мы занимаемся анализом и поиском той формулы успеха, которая может быть масштабирована. Какая программа? Здесь рождается музыка. Школа искусств имени Текотского отмечает юбилей. Школа стала одним из ведущих учебных музыкальных учреждений города, области и республики Беларусь. Где ограняют алмазы. Уроки мужества. В Бобруське открылся военно-патриотический клуб. Будут проводиться всевозможные соревнования, в которых мы будем участвовать. Как пополнить ряды патриотов. А также юбилейный саммит, майский бурелом и гастрономический бренд. Драники стали официально нематериальной историко-культурной ценностью Беларуси. Сколько рецептов под защитой. Многосторонний диалог. Президент отправился в Москву на юбилейный саммит ОДКБ. Встреча лидеров приурочена к 30-летию подписания договора коллективной безопасности и 20-летию создания организации. Главы государства обменялись мнением по актуальным вопросам текущей обстановки в регионе и мире. Обсудили меры совместного реагирования на возникающие разноплановые вызовы. Защита от внешних угроз, борьба с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков. Сегодня нет более злободневного и важного вопроса, чем конфликт вокруг Украины. Начиная с 2014 года, всем мы оказывали все необходимое содействие в целях его урегулирования. В принципе, мы готовы все сидящие за столом делать это и сейчас в любом формате. Ясно, что Украину натравливали и подстрекали, пичкая ее национализмом, нацизмом, свидетельством в Одессе, когда сожгли живых людей, и фашизмом, русофобией и оружием. Травили чем только возможно. После выборов в Беларуси в августе 2020 года в отношении взаимодействия с нами, с Беларусью, Украина полностью, как у нас принято в народе говорить, легла под запад. На протяжении последних двух лет мы постоянно ощущаем на себе недружественные акции со стороны нашей южной соседки. После саммита прошли двусторонние переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина. Одной из главных тем беседы стали вопросы развития кооперации и совместная работа над импортозамещением. Секрет успеха. Делегация Белорусского института стратегических исследований познакомилась с работой Бобруйск-Агромаша. О показателях предприятия рассказал генеральный директор Виктор Филатов. Затем гостям показали, как создается сельскохозяйственный бренд. Ученые, в свою очередь, объяснили функции задачи учреждения. Встреча длилась больше двух часов. Мы занимаемся анализом и поиском той формулы успеха, которая может быть масштабирована и применена для всех других субъектов хозяйственной нашей страны. Причем это касается не экономики, а именно настроения, идеологии, систем управления, инноваций, работы с коллективом, мотивации и так далее. Тех тонких материй, которые не уловятся простыми цифрами. Институт стратегических исследований также называют «фабрикой мысли». Создан он в 2019-м указом президента. После Могилевской области делегации отправятся в Витебскую, там посетят ряд крупных предприятий. Кукурузные поля, традиционный стол и дешевый вариант. Билеты на поезда в Россию из Беларуси упали в цене. Насколько? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В Беларуси завершается селфьеровых культур. Основные работы сейчас на кукурузных полях. Впереди у аграриев еще один важный этап – заготовка кормов. От объемов и качества зависит не просто судьба животноводческой отрасли, но и продовольственная безопасность страны. Безвизовый режим для граждан Литвы и Латвии продлен до конца года. Решение принято из-за позитивных откликов и многочисленных пожеланий иностранцев. За месяц в Беларусь приехали свыше 27 тысяч человек. При этом посещать нашу страну можно неограниченное количество раз. Минлесхоз перестановит плановые рубки массивов и направит специалистов убирать бурелом. Всему виной майский ураган, который прошелся по стране в четверг. Стихия повалила сотни деревьев, оставила без света полторы тысячи населенных пунктов и даже стала причиной гибели двух человек. Порывы достигли 31 метра в секунду. Билеты на поезда в Россию из Беларуси стали дешевле. В среднем проезд в спальных вагонах и купе подешевел на 15-17%. При этом на формирование стоимости оказывают влияние несколько факторов. Чем больше людей и ближе дата отправки, тем выше цена. Дральники, колдуны и бабка – теперь официально нематериальная историко-культурная ценность страны. В список включили не конкретное блюдо, а традиции приготовления из тертого картофеля. Гастрономический бренд в Беларуси не будет иметь ГОСТ, но при этом должен выпекаться из свежеприготовленного теста и вручную. На контроле государства 235 народных рецептов, которые могли исчезнуть. Струны души Бобруйская школа искусств имени Текотского отмечают юбилей. За 95 лет кузница таланта выпустила десятки тысяч выдающихся артистов, многие из которых вошли в историю страны. Сейчас здесь готовят музыкантов, певцов, актеров и танцоров. А тех, чья жизнь, черно-белые клавиши – далее. Леонид Пранович меняет роли как перчатки. В копелке будущего актера театра полсотни дипломов, не менее 20 кубков и столько же медалей. И это в 12. Однако, признается мальчик, искусство невозможно измерить цифрами. Его можно только прочувствовать. Этому научила родная школа имени Текотского. Уже пять лет дарование отдает каждую свободную минуту любимому делу. Моя любимая роль – это когда мы ставили Буратино за таинственным очагом. Мне очень понравилось играть полицейского, потому что это одновременно и комический персонаж, но и также серьезный. И это была самая моя любимая роль, это моя первая большая роль. Театр – это и есть совмещение сразу всего. Театр – это что-то особенное. Подобных уникумов здесь не счесть. Все началось в мае 1927-го. Школу искусства открыл известный белорусский композитор Евгений Текотский. За почти вековую историю кузница талантов подготовила тысячи специалистов. Историческое здание по Карла Марк сохранит память о выдающихся выпускниках, народным артисте БССР Владимире Оловникове, концертмейстере Большого театра оперы и балета Леви Горелике, доценте Академии музыки Сергея Янковича и, конечно, заслуженном артисте Белоруссии Руслане Олехно. В сентябре 2013 года детская школа искусств номер один имени Евгения Карловича Текотского города Бобруска была реорганизована путем присоединения к ней государственного учреждения образования детская школа искусств номер три города Бобруска. За многие годы работы школа стала одним из ведущих учебных музыкальных учреждений города, области и Республики Беларусь. Сейчас в школе учатся больше тысячи ребят. Это молодые таланты от семи до четырнадцати. Одни делают ставку на народное или академическое пение, другие на эстрадный вокал, третьим поддается театральное направление, а кому-то и вовсе близка теория. Но, конечно, у истоков искусства всегда была и будет музыка. Фортепиано, скрипка, домра, гитара, цимбалы, баян, флейта, тромбон. Перечислять музыкальные инструменты, на которых играют воспитанники, можно бесконечно. Ограничивать творчество не в правилах учреждения. Хочет ребенок связать свою жизнь с искусством или просто ищет себя? Двери школы всегда открыты. В нашей школе очень сильная база музыкальных инструментов. Представлены все инструменты, которые на данный момент есть в нашей стране. Мы являемся первой ступенькой в музыкальном образовании. Наши выпускники продолжают обучение в колледжах нашей страны и в университетах культуры. У нас есть в стране фонд, который поддерживает талантливую молодежь. У нас есть такие ученики, которые уже достигли определенных высот. Есть материальная помощь и поощрение. Искусный музыкант – это не только талант и практика, но и большой вклад требовательного педагога. В детской школе искусства имени Текотского таких больше ста человек, каждый выдающийся. Обучить нотам – не единственная цель. Здесь же осанка, руки и пальцы. Плюс наставники вкладывают не только знания, но и понимание. Готовят ребят и к публичным выступлениям. Академический концерт – обязательная часть обучения. Экзамен сдают в этом зале вот уже 95 лет. Юные виртуозы готовятся к испытанию полгода. В программе три произведения – полифония, крупная форма и пьеса. Оценивает комиссия технику исполнения и виртуозность. Самовыражение – важнейший элемент развития молодого дарования. Для этого в школе работают 33 творческих коллектива. Из них 4 народных и 5 образцовых. Результат подтверждают цифры. Только за 2021 ученики стали лауреатами 610 международных и 28 республиканских конкурсов. Школа повлияла на судьбы многих бобруйчан. С юбилеем творческий дом поздравляют ученики, выпускники, ветераны. На сцене Дворца искусств звучат воспоминания, теплые слова благодарности и, конечно, музыка. Два с половиной часа, 26 номеров. И каждый срывает овации. Я проработала в этой школе 54 года. И за это время у меня была смена где-то 8 директоров. Это были духовики, теоретики, хоровики, баянисты, скрипач. И каждый директор старался сделать свое деление более сильным. И в итоге получился великолепный сплав музыкальных работников. Впереди детскую школу ждет еще больше свершений. Планируется создание новых направлений, к примеру, по электрогитаре. Плюс для совсем маленьких откроется группа по развитию речи. Искусство для этого подходит как ничто другое. Но первоочередная цель – расширять границы и огранять алмазы. Карина Муревич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Доблесть в крови. В Бобруйске открылся клуб «Патриот». На сцене Центра ДОП образования прозвучала торжественная вступительная клятва воспитанников. Затем мальчики и девочки наглядно продемонстрировали свои умения. К слову, действуют объединения под эгидой военной комендатуры города. Стать в ряды патриотов могут ребята от 10 до 18. Будут проводиться всевозможные соревнования, в которых мы будем участвовать. Мы участвуем уже сейчас, представляем. Наше учреждение в соревнованиях по армейскому рукопашному бою «Панкратион». На занятиях юных бойцов научат основам тактической, огневой, физической и медицинской подготовки. Патриотическое воспитание – база для успешного развития страны. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! 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 Редактор субтитров А.Семкин